Постоянно раздражаюсь на близких, но чувствую, что они не виноваты. Что делать? Добрые вы люди! Хотите бодрить их? Вам кажется, что, видимо, недостаточно бодрости в них. Это была шутка. Если серьезно, часто депрессия проявляется одной только раздражительностью. Что такое вообще раздражительность? Мы от природы не можем быть раздражительными. У нас нет от природы агрессии ради агрессии. У нас от природы есть желание завоевания, желание сожрать кого-нибудь, но из благих целей напитаться, а не просто потому, что мы злые. У нас так зла нет. Зла нас возникает, когда нас как-то притесняют. Это притеснение может быть как физическое, то есть если мне дать по этому чайнику, я разозлюсь. И вы все должны разозлиться. Почему? Потому что вас притеснили. Но притеснение может быть другое. Может быть притеснение личного пространства. Есть личное пространство, я сижу, а тут человек садится мне на коленке и говорит, «Здравствуйте, можно я посижу?» И я немножко буду раздражаться. Почему? Потому что я был притеснен. Притеснение может быть самое разное. Оно может быть в социальных сетях, вы что-нибудь выложили пост, а вам пишут, а жирное, или что там, ужасное, или там, вот, как троллят в сетях, я не знаю, но какую-то гадость. Я знаю, есть буллинг. И вам пишут, вас притесняют, вы что чувствуете? Вы хотите этим телефоном, понимаете, внутрь телефона кинуть, чтобы он долетел до того, кто вам это написал. Значит, соответственно, раздражительность – это защитная функция. Вы защищаетесь в тот момент, когда на вас как бы выходит воздействие. Почему человек может чувствовать себя постоянно раздражительным? Потому что его мозг находится в ситуации, когда он не ощущает безопасности. И если вы не ощущаете безопасности, потому что у вас невроз, вы на самом деле, и вы начинаете на всех раздражаться, вы просто защищаетесь. То есть вы на самом деле находитесь в депрессии, но это позволяет вам как бы отпугивать других людей. Это вот как не трогайте животное раненое, потому что оно может быть вообще злое, с лишним. Почему? Потому что оно защищается. И чем вам больнее, тем вы агрессивнее можете становиться. А еще это может быть привычкой вредной, плохой вредной привычкой. Раздражался на близких, стыда не имело. Поэтому, если это привычка, с этим надо бороться, бороться с этими привычками, опять же, надо с помощью тех же психотерапевтических техник, потому что есть что такое, вообще что такое привычка, вообще все привычка. Вот тревожиться по поводу чего-нибудь, впадать в депрессию, по поводу чего-нибудь, это все привычки. Но есть вредная привычка раздражаться, например. И надо понимать механику. И вот на курсе «Шаг за шагом» мы как раз эту механику рассматриваем, как научиться отслеживать те провоцирующие факторы, которые приводят вас к тому, что у вас взрывает планку. Потому что если вы пытаетесь остановить бурную эмоцию гнева в момент, когда она уже развернулась, понимаете, ни мышечный, ни вегетативный, ни когнитивный компонент вам толку уже не поможет, и вот вам уже могила исправит. Если вы хотите действительно научиться справляться с деструктивными привычками, неважно, это раздражительность, это какие-то страхи и так далее, вы должны научиться отслеживать провоцирующие факторы, которые вас, как эти триггеры, включают соответствующие нейронные комплексы, которые обеспечивают существование у вас соответствующей привычки. Дальше вы используете психотерапевтические техники, которые позволяют разъять эту привычку на ряд элементов и не позволяют сложиться в уже такой поведенческий акт, который любое повторение невротического симптома усиливает невротический симптом. Всякий раз, когда вы раздражались, вы поддержали нейронную связь, которая обещает раздражение. И в следующий раз вам будет сложнее себя править. Поэтому люди, которые постоянно раздражаются, и это долго продолжается, конечно, им надо обладать невероятной какой-то мотивацией. Я могу ее придумать. У меня есть всегда хороший метод, мотивация, как вылечить любую плохую привычку. Но мне не разрешают так делать, потому что я обычно это делаю с помощью бензопилы. Я ее включаю и говорю, хочешь раздражаться? И все проходит. И говорю, хочешь бояться чего-нибудь самолетов? И так бил пилой. То есть всегда можно создать, по-ухтонскому это называется, экзогенный конец доминанты, когда другой, более мощный страх воздействует на ваш существующий страх и вас отпускает. Это, кстати, один из методов психотерапевтического лечения. Все секреты рассказывают, все дожили.